Сегодня в ее ведении более тысячи персональных дел. Все подопечные не в ладах законом. Подходы требуют особого. А ведь в юности и не мечтала о такой работе. После школы поступила в технологический институт. У одной из сокурсниц родители милиционеры. У нее отец был следователем, что вот раскрывали дела и вот как-то интересно стало. Сразу после института пошла в милицию на собеседование. Кандидатуру взяли на заметку. Полгода ожиданий казались вечностью. И, наконец, звонок. Приходите. Вакансия в ГИБДД Людмилу обрадовала. Служебную деятельность начала в 2004 году в отделении ГИБДД. Было работать интересно. В 2009 уже перевелась в отдел. Это получилось с повышением. Параллельно с работой Людмила получила в 2011 году второе высшее образование. Юридическое. Сегодня она инспектор административного надзора по Болотнинскому району. Организует профилактическую работу с теми, кто ранее совершил тяжкие преступления. Женщина сильная, умная. Местами добрая, иногда суровая. Свою работу она знает. И вообще человек очень хороший, который в любое время может прийти на помощь, поддержать человека в трудную минуту. В коллективе Людмилу уважают не только за профессионализм, но еще и за готовность делиться опытом, помогать начинающим коллегам. Она грамотная, требовательная. Тот сотрудник, у которого более молодые сотрудники могут спросить совета, то есть она может что-то разтеснить по той или иной проблеме. Суровая профессия требует выдержки и терпения. Как и хобби. Людмила разводит цветы. Дома у нее оранжерея. Кроме того, она отличная швея. Ну, когда свободное время выдается, дочери плакет. Сама придумывает модели, делает выкройки и, как обычно, скрупулезно доводит любое дело до конца. Такой вот у нее характер. У капитана полиции Людмилы Дмитриевны Солдатовой. Екатерина Горшкова, Владимир Полосин, Михаил Кауров. Специально для проекта «Область в лицах». Редактор субтитров А.Семкин